Всем привет, Адиты из солнечной Канады! Добрый день, дамы и господа! Сегодня немножко покажу вам мой город, витрины, людей, природу. Ну, в общем, я же не только по магазинам шарюсь, я еще иногда хожу просто по улицам и снимаю. Ну, как бы я сниму людей, немножко вам покажу. Стрит-стайлом я это назвать не могу, я, конечно, по приколу, может быть, скажу, что это стрит-стайл. Ну, в общем, вы сами увидите и поймете, что до стрит-стайлеров канадцам очень далеко. А еще на съемку этого видео подвигло меня то, что мой город, в котором я живу, это город называется Оквилл, он находится недалеко от Даутаун Торонто, был признан самым богатым городом в Канаде. Вот я вам поставлю скриншот из статьи CBC News, это главный канадский новостной портал, чтобы вы видели, что я не сбрехала. Так вот, не первый раз уже город назван самым богатым городом в Канаде. И я вот вам покажу, как живут, как одеваются самые богатые канадцы. Ну вот, пожалуйста, начинаем. Стрит-стайл. Ну, вы понимаете, я шучу, да? Но я буду называть этих людей, моих сограждан, жителей моего города, стрит-стайлерами, потому что это то, что есть у нас в Канаде. И это видео немножко шуточное, немножко такое веселое, немножко отличается от того, что я обычно снимаю, вот у нее всяких там примерок и магазинов. Кстати, очень симпатичная собачка. Да, так вот, немножко витрины. Это витрина магазина посуды. Все очень блюрит, очень-очень солнце светило, очень было плохо снимать. Вот еще две дамочки такие, очень типично по-канадски одеты. Я хочу сказать, что снимала это где-то в середине сентября, это видео, но как-то руки не доходили его смонтировать. Еще было довольно тепло, ведь эти люди одеты совершенно по-летнему. Но вот витрины уже осенние. Ну, не то, что прям уже очень осенние, но, в общем, такие, знаете, трикотаж, темные цвета, коричневые такие, черно-коричневые, бежевые. Вот, кстати, костюмчик в клеточку в центре совсем неплохой. А так, в принципе, не то, что у нас уже там прям какие-то витрины-витрины, но, в общем, да, городок небольшой, как я уже сказала, пригород Торонто, где-то полчаса ездя от Даунтаун Торонто, очень фешенебельный такой, вот, видите, девочка идет совсем-совсем по-летнему, совсем в коротких шортах, очень это принято здесь. Молодые девчонки одеваются вот так вот летом, и вообще, когда тепло, очень-очень коротких шортах, джинсовых или каких-то других, это считается нормально. Ну, вот, два типичных стритстайлера, тоже очень типичный стритстайл на канадских улицах. Опять же, мы говорим о людях, которые живут в городе, который, называется, признан самым богатым городом в Канаде. Вот, смотрите, какой красавец на мотоцикле, и плавно уехал за горизонт. Очень любят у нас кататься на мотоциклах. Вот еще, значит, ребят, которые вот так вот, видите, кстати, говоря о коротких шортах, то, что я имела в виду. Вот эти вот с музычкой под грохот, весело так катится, парочка катится по нашей главной улице центральной. Ну, в общем, погода хорошая, почему не покататься на мотоцикле, используя последние теплые деньки. Снова витрины, пальто, шарфы, или шарфы, шарфы, понча, кстати. Мы следуем европейской моде, у нас тоже есть понча, магазин называется Лемонвуд. Ну, это что-то наше местное, никто за пределами Канады не знает больше этих магазинов. Я думаю, что даже за пределами Оквела никто не знает этого магазина. Это детская витрина, детской одежды. Опять же, центральная улица, это наша центральная площадь. Вот мужчины, мужской стритстайл. Оцениваем, девочки, оцениваем. И снова еще немножко мужского стритстайла. Вы все видите, вы все понимаете. Думаю, что комментарии излишни. И вот дама стритстайлер в одежде цветов украинского флага. Случайно, наверное, так получилось. Но вообще довольно яркое, я бы сказала, такое смелое сочетание, желтое с голубым, с синим. Ну, вот еще люди идут, одеты очень обычно, одеты очень по-канадски. В Канаде так люди одеваются. Вот пыталась, пыталась, правда, найти что-нибудь интересное, какой-нибудь интересный стритстайл. Ну, вот то, что есть. А вот тоже группа товарищей, одеты тоже очень обычно. Волки – это скульптура, это не настоящие. Не пугайтесь, пожалуйста, у нас не бегают. По городу волки живые. Ну, у нас есть еще Марина, значит, яхты припаркованные. Довольно так их много. Город считается довольно богатых людей, где у многих есть яхты. Очень люди любят играть в теннис. И, между прочим, хочу обратить внимание, по старо-английской традиции люди в теннис играют в белом, только в белом. Вообще, Канада очень хранит старые английские традиции, стараются им следовать. Как вы знаете, мы до сих пор подчиняемся ее величеству королеве английской, поэтому вот мы как бы почти что англичане. Но, тем не менее, гордо развивающийся канадский флаг. Возле дома, вы видите, еще было все зеленое, полно зелени. И вот такой хорошенький домик, я решила его заснять. Он такой прям как в сказке, знаете, такой дворик весь утопает в зелени, и там вон в глубине такая волшебная сказочная дверца. Кажется, зайдешь, и там будет какая-то сказочная композиция представлена. Ну, на самом деле, это обычный дом в центре города, довольно старый дом, многие очень старые. С 1800 какого-то года построены в этой части города. Ну, они, конечно, все имеют прекрасные ремонты, внутри отремонтированы. И вот под большой рядом дерево растет, под деревом очень интересно лежат камни, написано «It's called to be kind», что означает, ну, это классно быть добрым, доброжелательным и так далее. В общем, согласна. Эти кадры уже осенние, но это видео будет моим следующим, может быть, не прям следующим, но через сколько-то видео я выложу, я наснимала очень много красивых осенних пейзажей в Канаде, потому что осень в Канаде действительно потрясающей красоты. И я смонтирую целое видео вот с похожими кадрами, и выложу его, может быть, на следующей неделе, потому что это действительно достойно внимания. И вот немножко тоже я снимала по улицам дома в нашем городе, в хорошем дорогом районе, хотела вам показать, если вам, конечно, интересно. Так что вот подписывайтесь, ставьте мне лайки и дождитесь моего следующего видео. Всем очень рада. Спасибо большое, что вы посмотрели мое видео. Всего доброго. Целую и люблю. До новых встреч. Bye-bye.